Докладчик. Это Дмитрий Палюга, Backend Team Lead из DevExperts. Пять лет руководит командой разработки, разработкой для торгов на бирже. Занимался разработкой различных проектов от социальных сетей до системы конвертации чертежей для компании Boeing. Мы сегодня слышали уже очень много успешных кейсов про то, как запустить отдел бизнес-аналитики, про то, как можно катаясь на лыжах гениальную бизнес-идею про шахматы придумать, типа это все легко и супер. Дмитрий нам тоже расскажет про трансформацию, но обещает рассказать неудачный кейс трансформации и затем как все получилось. Очень приятно и интересно всегда слушать кейсы не только успеха, но и некоторые провалы, узнавать у них себя. Понимать, как делать не нужно и как нужно делать в следующий раз. Дмитрий, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Палюга. Я последние пять лет руковожу одной из команд разработки в крупном финтех-проекте в компании DevExperts. DevExperts, скорее всего, для вас название незнакомое. Это такая компания финтех из Петербурга, которая уже 20 лет на рынке, занимается и своими какими-то решениями, проектами и еще и аутсорсом занимается. Вот я как раз представитель проекта, который самый старый и самый аутсорсный из них. И вот в нашем этом самом проекте три года назад начала происходить масштабная трансформация процессов. Я сегодня немного про это расскажу. Расскажу, с какими мы сложностями столкнулись, как нам их удалось решить. Ну и я надеюсь, если кто-то из вас столкнется с чем-то подобным, а нам всем обычно приходится сталкиваться с какими-то изменениями в процессах, я надеюсь, вы для себя хотя бы несколько полезных мыслей вынесете из этого доклада. Будет круто, если так. Ну вот у нас сегодня будет такой план. Сначала я немного расскажу контекст о самом проекте. Расскажу, как мы пытались стать agile и как у нас это не получалось. Расскажу, как удалось найти ту самую настоящую цель, ради которой затеялась вся настоящая трансформация. Ну и с какими сложностями столкнулись, как их решили в процессе этого действия. Итак, для начала о проекте. Проект наш – это крупная система для торговли всем, чем можно торговать на бирже. То есть это акции, опционы, фьючерсы, все угодно. Это не новый проект, ему уже 20 лет. Соответственно, многие люди работают уже больше 10-15 лет на этом проекте. То есть есть какие-то устоявшиеся традиции, были на момент начала трансформации. То есть люди были в основном привычные к какому-то уже процессу. Ну и сама система у нас довольно сложная, довольно нагруженная. Много строк кода, требования по надежности и производительности высокие. Ну и также у нас на момент трансформации было около 250 человек, чуть больше на проекте. Сейчас уже это число выросло. Для контекста вот так примерно выглядит интерфейс приложения. Это вот куда вы можете зайти и чем-нибудь там поторговать, проанализировать какие-то рыночные показатели и так далее. Итак, давайте я сейчас сначала расскажу, как у нас выглядел процесс до трансформации. Вот сейчас будет простая, но такая важная схема. Советую обратить внимание, потому что из нее потом дальше пару мыслей будет вытекать. В очень верхнеуровнево все выглядело довольно примитивным образом. Вот у нас есть много-много команд, которые составлены исключительно из разработчиков. Разработчики у нас делают какие-то фичи. Все это дело сливают в общие репозитории, в одну бранчу. Затем в какой-то момент наступает фич-фриз, собирается билд. Он доставляется на железный настоящий сервер, потому что система, как я говорил, большая, сложная и все такое. И дальше на этом куашном сервере начинается тестирование. То есть весь отдел куа набрасывается на эти фичи, которые разработали, находят в них, естественно, кучу багов. Поскольку команды разработчиков много, то и багов тоже много. Они находят кучу багов, с которыми нельзя релизиться. Они возвращают эти баги в команды. В командах сидят разработчики, которые, возможно, эти фичи пилили два месяца назад или три месяца назад. Они уже нифига не помнят, что там происходило. Им прилетают какие-то баги. Они их в суматохе фиксят, потому что срочно надо релизиться на прот. Снова складывают непротестированные изменения в общей репозитории. Снова собирается билд. Снова находятся баги. Ну и так повторялось некоторое количество раз. Где некоторое количество — это величина неопределенная, как вы понимаете. Никто ее не мог предсказать заранее. Так вот, давайте сейчас проговорю, что было конкретно плохо в этом процессе и кому было плохо. Плохо было примерно всем. Плохо было заказчику бизнесу, потому что не было предсказуемых сроков, когда какой-то релиз пойдет на прот. Им было важно для клиентов, для своих или для каких-то других заинтересованных лиц выдерживать какие-то договоренности. Ну, понимаете, финтех-индустрия — это такая вещь зарегулированная. Там часто какие-то регуляторы чего-то хотят от брокера, чтобы он чему-нибудь там срочно начал соответствовать. И вот такой возможности не было. Из-за этой череды багов и непонятного процесса, когда он завершится. Разработчикам было плохо от того, что они успевали на момент релиза уже выпасть из контекста своих задач. И когда к ним куашники приходили с вопросами или с багами, разработчики срочно меняли в своей голове контекст той вещи, над которой они работают сейчас. И это было для них не очень приятно. Ну, а руководителям было не очень классно от того, что этим процессом вообще невозможно было никак управлять ни содержанием, ни временем, ничем. В общем, по сути, невозможно было управлять, только в суматохе фиксить баги. Так вот, когда в какой-то момент наш проект так разросся, что все эти больные места, они начали постоянно всплывать. Бизнес понимал, что что-то не так. И начал к нам приходить с требованиями срочно что-то поменять. И, например, я за свою работу встречал разные вообще мотивации к тому, чтобы изменить процессы какие-то. Не только на моем проекте, но и на предыдущих. Вот как пример отсутствия понятной цели, может быть, вы хотите идти в ногу со временем, например. Или вы хотите, чтобы кандидаты к вам приходили и спрашивали, а какой у вас процесс вообще разработки. А вы им что-то такое красивое бы отвечали, и они сразу хотели бы принять ваш оффер. Это все цели по-своему хорошие, но они ведь не какие-то измеримые, не какие-то разделяемые. То есть непонятно, как их достигать. Но вообще, вот моя персональная самая любимая цель звучит как последний пункт. Нам нужно быть agile. Я с этим сталкивался неоднократно в своей жизни и неоднократно даже в рамках одного проекта. Вот, кстати, интересно, у кого-то был такой опыт? Кто-то, может, сам ставил такие цели? Поднимите, пожалуйста, руки. Или кому-то ставили цель? Надо, типа, стать гибкими. Ага, вот, есть, коллеги, мое сочувствие. Да, у нас такое тоже было. Бизнес приходит, говорит, надо быть agile срочно. Ну и все кидаются что-то сразу делать. Нет времени размышлять, надо быть agile. Но здесь есть некоторая проблема. И сейчас, наверное, то, ради чего большинство людей сюда пришло, я предлагаю поговорить о грибах. Посмотрите на следующий слайд. Это жизненный цикл грибных спор. А это жизненный цикл продукта в agile. Так вот, ничего вам не напоминает это дело? Я утверждаю, что agile – это гриб. По-моему, все очевидно, но если вам нужны еще какие-то доказательства, то вообще в этой шутке есть доля правды. И дело в том, что в современной ботанике понятие гриб не очень-то четкое. Нету консенсуса научного, что является грибом, а что не является грибом. То есть мы точно можем сказать, что огурец и помидор – это не грибы, но вот есть какие-то простейшие паразиты, которые размножаются спорами, и там уже консенсуса нет. То ли считать их грибами, то ли не считать. Вот, в принципе, так и с agile. То есть мы знаем, что agile – это набор каких-то ценностей и принципов. Мы знаем про agile-манифест, но он ведь сам по себе никакого конкретного процесса не описывает. И когда мы мотивируем себя тем, что мы хотим как-то стать agile, ну, как правило, получается какая-то ерунда, потому что там нет никакой цели. Там есть только принципы и мировоззрение, так скажем. У нас такое дело происходило совершенно безумным образом несколько лет. То есть бизнес приходил, говорил, нам нужно быть agile. А что вот вам приходит на ум первое, какая самая очевидная реализация agile-методологии есть? Scrum. Вот и у нас так же было. Да, конечно, Scrum. Надо просто взять наш текущий процесс, надо взять все как есть, просто взять ритуалы Scrum, натянуть их на команды, ну и все, как бы мы agile, как не докопаешься. И что происходило в итоге? Команды оставались в своем текущем составе. Просто разработчикам говорили, так, берите карточки для планинг-покера, сейчас пойдем в переговорку, будем играть в планинг-покер, потом у нас спринт, будем бёрндаун-чарт там чертить какое-то, значит, а в конце демо и потом ретроспектива. И разработчики такие, не, ну фиг знает, как бы, ну, не, ну пойдем, как бы, ну, совсем-то уж перечить не хочется, но очень странно, да, как бы, зачем? Вот. Так что было сразу, как бы, несколько таких проблем. Во-первых, никто не понимал, ну, нафига оно вообще нужно, какую цель мы достигаем. Во-вторых, команды все еще состояли просто из разработчиков и были абсолютно не кросс-функциональными, а это, ну, противоречит вообще базовому такому скраму. Ну и в-третьих, мы все еще не могли часто релизиться, потому что требовалась вот эта вот ручная доставка на железный сервер, тестирование на нем, и это все очень сильно замедляло. Иногда релизы растягивались там на полгода примерно. Ну, какой тут скрам? То есть можно взять ритуалы из скрама, но скрамом это не будет. Так вот, неудивительно, что в этой ситуации постепенно команды сползали к предыдущему процессу. То есть спринты растягивались. Сначала спринт становился длиной месяц, потом два месяца, потом полгода, а потом все забивали вообще, ну, фиг с ним, спринт и спринт. У нас уже два года такой спринт, и ничего. Ну, и все возвращалось к предыдущему-то процессу. И вот, когда в очередной раз пришел заказчик и сказал, ребята, знаете что, надо быть agile. И мой коллега задал очень классный вопрос. Он говорит, а мы можем объяснить цель, не используя слово agile? Ну, тут заказчики так почесали в голове, подумали и ничего не сообразили на тот момент, что ответить. Но через какое-то время, у них там шестеренки завертелись в голове, они все-таки пришли и сказали, хорошо, мы придумали, давайте мы будем релизиться каждые два месяца в четко запланированные даты, заранее, прям за полгода до этого. И эта цель уже является какой-то понятной, измеримой, разделяемой. Мы можем сказать, достигли мы ее или нет. И вот это и запустило настоящий такой процесс трансформации. В итоге мы потратили где-то на трансформацию, наверное, год. То есть мы на самом деле месяцев 9 обсуждали, как оно вообще должно все быть, договаривались, убеждали каких-то людей, заинтересованных лиц. Потом еще какое-то время мы пытались эти изменения воплотить в жизнь, но в итоге у нас родился новый процесс. В этом новом процессе, сейчас я покажу, все немного изменилось. Вот, можете видеть, что у нас теперь команды состоят не только из разработчиков, но и из тестировщиков. И каждый разработчик каждую отдельную фичу разрабатывает в отдельной ветке. И только после того, как ее функционально проверил тестировщик, она вливается в общий репозиторий. Это значит, что у нас в общем репозитории всегда только протестированный функционально код. И чтобы выпустить его в продакшн, в принципе, остаются какие-то формальности. Нужно регрессионное тестирование провести, которое у нас почти полностью автоматизированное было к тому моменту. Перформанс-тестирование. Ну и еще пару всяких специфических штук. Но, в принципе, это все уже заранее понятные такие шаги. Мы уже примерно знаем, сколько они займут. А значит, в любой момент времени мы можем отрезать наш билд, сказать, все, мы планируем через две недели выпуститься в прод. И, в принципе, эти сроки стали соблюдаться. Так вот, соответственно, давайте я вам расскажу, почему стало хорошо. Бизнесу стало хорошо, потому что они теперь могли в запланированное время на проде иметь новый релиз. Разработчикам стало хорошо, потому что они перестали терять постоянно этот контекст. Они просто вот пока задача до конца не доведена, не протестирована, они над ней работают вместе с тестировщиком. Затем уже переключаются на следующую. Ну и руководителям стало удобно, потому что можно как-то этот процесс теперь контролировать, управлять содержанием и сроками. Ну вот, когда я в это все дело начинал вообще только вникать, о том, как нам все трансформировать, мне казалось, в принципе, сложности будут совершенно, наверное, не в том, в чем они оказались. Так что я хочу сейчас рассказать немного про сложности. Как я себе видел своим наивным таким техническим мозгом, в чем будет главная сложность? Главная сложность, я думал, будет в том, чтобы построить какой-то там процесс, значит, из каких-то взаимодействий, блоков, там, что-то, значит, навертеть, накрутить, понять, как оно все должно взаимодействовать. Это просто пример фреймворка сейф, если что, там можно в него не вглядываться. Как пример какого-то, значит, взаимодействия, которое там достаточно кажется сложным. Но на самом-то деле это оказалось вообще полбеды придумать, как там все будут взаимодействовать. Главные сложности для меня лично были в другом. И вот первая из этих сложностей, она в том, что инфраструктура диктовала нам процессы, а не наоборот. Если у вас в проекте сейчас есть какая-то инфраструктура, возможно, она тоже неявно как-то ваш процесс ограничивает. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду под тем, что инфраструктура диктует процесс. Вот эта схема, которая была у нас до трансформации, здесь, как я говорил, необходимо было доставить на железный сервер билд вручную, чтобы тестировщики там начали проверять какие-то фичи. Этих железных серверов было ограниченное количество. Но это просто были мощные, дорогие машины, мы не могли себе позволить иметь их тысячу штук, например. Их было там 5-6. И, соответственно, не было никакой возможности по отдельности фичи тестировать. Поэтому весь процесс и крутился вокруг того, что давайте соберем все в один котел, а потом вот куда-то доставим. И когда мы начали думать о том, как все изменить, поняли, что нам нужны фичи ветки и разработка по отдельности и тестирование всего, стало в какой-то момент понятно, что, блин, а наша инфраструктура вообще к этому не приспособлена. И, в общем-то, мы не испугались на самом деле, а просто поняли, что нам нужны какие-то вообще другие решения, нам не подходят железные сервера. Нам, видимо, нужно уходить куда-то в облако, чтобы иметь какое-то неограниченное количество площадок для тестирования, чтобы любой тестировщик по нажатию кнопки мог любую фича ветку запульнуть на этот облачный сервер и там протестировать. Поначалу казалось, что такая инициатива достаточно затратная, но на самом деле за год удалось все, что необходимо автоматизировать, развернуть какие-то облачные площадки, и оно реально себя окупило. То есть, эта возможность запульнуть любую ветку в любой момент на облачный сервер и там протестировать, это оказался вообще краеугольный камень нашего процесса, по сути. Ну и хочется, наверное, тут посоветовать, вообще, если у вас что-то меняется с процессами, то помнить про то, что вообще существует инфраструктура, и не давать инфраструктуре ограничивать вашу фантазию, помнить про то, что инфраструктура вам должна служить, а не вы должны служить своей инфраструктуре, что это всего лишь инструмент. Следующая сложность, она не про железяки, а про людей уже. И она заключается в том, что люди, к сожалению, сопротивляются изменениям. Как бы вы хорошо что-то не придумали, люди, как правило, не сразу хотят менять свой привычный уклад работы. Вот как пишет крестный отец Канбана Дэвид Андерсон, когда людей просят изменить их привычное поведение, то это рождает неуверенность, потому что сообщает им о том, что их текущие навыки больше не важны. И это ровно то, что у нас произошло. Когда мы уже все придумали, я думал, мы сейчас соберем всех вместе, ну, какими-то отдельными группами, у нас просто большой проект, расскажем каждой группе, что, зачем мы хотим сделать, почему, и они просветленные встанут и пойдут работать по-новому. Все. Ничего сложного. Но, естественно, люди на самом деле разделились на таких три больших категории, как я выяснил. Первые две довольно очевидные. Первые – это новаторы условные, которые за любую движуху, если им там понравилась ваша идея, у них достаточно энергии, чтобы ее поддерживать, чтобы заниматься чем-то по-новому, а не за какие-то изменения. Вторые – это консерваторы. И у нас таких было очень много. Я говорю, что у нас много людей, которые 10-15 лет на проекте работают. Ну, тут сам Бог велел быть консерваторами. И такие люди говорят, ну, а что, мы работали 10 лет вот так вот. Ну, что, пришли менеджеры, придумали какую-то ерунду очередную. Вон, мы там по скраму уже поработали, спасибо, да? Ну, тоже, в общем-то, группа ожидаемая. Но для меня неожиданностью стала третья группа, я ее называю здесь условными отрицателями. Отрицатели – это люди, которые сидят, смотрят на вас, кивают, да, хорошо, встают, уходят и работают по-старому. Все, ничего не сделаешь. Их главное, самое интересное, что их никак не задетектить, кроме как не пойти посмотреть, что делает вообще, как он себя ведет дальше. Да, нормально, и это пройдет тоже. И скрам прошел, и это пройдет. Ну, и здесь, конечно, пришлось поработать отдельно с этими группами людей. И у меня, ну, такой небольшой советик, да, что с ними делать. С новаторами надо поддерживать связь, конечно, и помнить, что они ваши помощники, агенты вообще изменений всех. Это они будут там где-нибудь у кулера или кофемашины другим коллегам доказывать, что вообще это классные изменения, эй, ребята, посмотрите, будет здорово. То есть они сделают час работы за вас, просто нужно им дать достаточно аргументов, чтобы они смогли это сделать. Ну, консерваторам стоит продавать идею, объяснять, почему их личная жизнь улучшится. Если не улучшится, то придумайте что-нибудь, я не знаю, почему она у них улучшится все-таки. В нашем случае все было просто, среди консерваторов было большинство разработчиков, я бы сказал. И вот для них хорошим таким аргументом служило то, что действительно им не придется больше вытаскивать контекст из головы текущей и переключаться на фикс багов, которые они сделали полгода назад. Это хорошо сработало в случае с разработчиками, в случае с кофемашниками, потому что у них была общая боль. Ну, а с отрицателями, как я их называю, знаете, есть такая известная фраза, которую, согласно мемам в интернете, ну, независимо друг от друга придумали сразу три человека. Это Альберт Эйнштейн, это Бенджамин Франклин и, конечно, Джейсон Стетхэм. Не последний мыслитель в интернете. Она звучит так, что безумие – это точное повторение одних и тех же действий в надежде на изменения или на разный результат. Так вот, с отрицателями пришлось быть в некотором смысле безумными и повторять раз за разом одни и те же вещи, может быть, под разными углами, под разными соусами, но, тем не менее, одного раза точно недостаточно. Как минимум три раза надо повторить, желательно с какими-то интервалами времени в несколько недель, чтобы там улеглось немного в голове, и снова, значит, нет, типа по-старому больше не получится, ребята. Поэтому, в принципе, очень такой простой алгоритм работы с людьми. Он в том, чтобы принять и понять, что люди сопротивляются изменениям, и это нормально. Дальше для себя условно выделить группы людей, с которыми надо работать по-разному, и дальше уже работать с этими группами, основываясь на том, какие у них интересы. Следующая штуковина, про которую я хочу поговорить, мы уже близки к концу, это командный дух, и здесь у нас все было связано со структурой организации. Знаете, есть закон конвейя такой, который говорит, что архитектура программного обеспечения, которое организация создает, часто повторяет структуру этой организации. То есть, если есть несколько отделов, скорее всего, и архитектура там будет такая, из нескольких кусочков состоять. Это, ну, почему происходит? Потому что взаимодействие между различными подразделениями, это обычно дорогая штуковина. То есть, с кем-то пообщаться, повзаимодействовать из своего отдела, гораздо более такая, менее трудозатратная история, чем пойти в другой отдел к каким-то другим чувакам, у которых там свои интересы, и доказывать им, что там нужно как-то поддержать вашу фичу, или что-нибудь такое. Поэтому имеется такая тенденция выделять компоненты, наделять их каким-то API, и дальше уже на формальном языке API друг с другом общаться. Вот то же самое, в принципе, происходит и происходило у нас. Происходит часто в других организациях, происходило у нас, сейчас уже, слава богу, не происходит. У нас в чем была проблема? У нас разработчики и куашники сидели физически на разных этажах в одном и том же здании. Соответственно, было четкое разделение, что есть мы на своем третьем этаже, мы тут разрабатываем, потом оно туда, на второй этаж спускается, там его тестируют, а потом оттуда баги прилетают со второго этажа. Если людям нужно было как-то повзаимодействовать, ну представьте, пойти и обсудить голосом, одно дело это встать, дойти до соседнего стола, другое дело аж на целый этаж подняться по лесенке. Ну конечно, в большинстве случаев люди предпочитают не ходить по лесенке, не взаимодействовать. Когда мы это поняли, ну и мы поняли, что нам нужны кросс-функциональные команды, нам просто пришлось людей пересадить физически так, чтобы они находились вместе. И мне кажется, это дало очень сильный буст к тому, что люди почувствовали, что они заняты общим делом, и что они не какие-то две враждующие такие лиги, которые друг друга хотят победить с помощью багов, нет, они делают все вместе классный, здоровский продукт. Ну и такая последняя, наверное, проблема на сегодня, это падение продуктивности. Когда люди начинают работать по-новому, как правило, продуктивность падает на какое-то время. Потом возвращается в норму, если все хорошо. Но вот если весь огромный проект резко перевести на новые рельсы, конечно, может быть не очень хорошо. Поэтому вот в нашем случае мы просто выделили одну команду, как такой спецназ. Это как раз была команда, которой я руковожу. И эта команда пошла вперед, набила себе все шишки с новым процессом. Это было больно, но интересно. И потом другие команды подтянулись за нами, и они уже знали, когда они сталкиваются с какими-то вопросами, они знали, к кому идти, у кого спросить. Мы вообще, конечно, все на конфлюенсе написали, весь наш опыт, но его никто не читал. Поэтому все ходили, все равно в чатике спрашивали. Ну и последний такой, наверное, совет на сегодня. Это не стоит следовать догме. У нас после трансформации все хорошо полетело, новый процесс, все счастливы, все рады, но в какой-то момент нам потребовались очень глубокие изменения в проекте, которые пронизывают вообще весь код насквозь. Дело в том, что было изменение в символах, под которыми торгуются фьючерсные продукты на бирже. Поэтому сами эти символы, они содержат в себе некоторую бизнес-информацию. Там есть дата окончания фьючерсного контракта, прямо в символе зашита, месяц и год. И из-за того, что симвология эта поменялась, поменялась куча бизнес-логик, которая на это была завязана. И эту бизнес-логику невозможно было разбить на какие-то отдельные фичи, чтобы мы их отдельно запилили, протестировали и отправили в мастер. Тут мы поняли, что, блин, это же штуковина, для которой идеально подходит наш старый процесс. Мы не можем отдельно ничего пилить. Давайте мы вернемся на один релиз к старому процессу. Мы запилим все необходимые изменения на всех уровнях, все сложим в мастер, потом будем тестировать. Да, будут минусы старого процесса, но иначе непонятно как быть. И в тот раз все хорошо сработало для нас. Так что рекомендую не поддаваться такому желанию иногда следовать какому-то процессу, что есть что-то правильное, а есть что-то неправильное. А помнить, что процесс тоже такой хороший слуга, но плохой хозяин, как про деньги говорят. Ну что ж, чтобы подвести итог, давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили. Значит, что может помочь при изменениях в процессах? Может помочь сформулировать достижимую цель, может помочь помнить про то, что у вас есть инфраструктура, и про то, что инфраструктура эта должна вам служить, а не вы ей. Надо помнить о том, что люди будут сопротивляться изменениям, и работать с этим сопротивлением, ничего страшного, оно преодолевается. Также, если необходимо, можно провести структурные изменения в компании, если какие-то отделы больше не соответствуют вашему процессу, надо менять отделы. Обычно это сложно, потому что у отделов есть начальники. И начальники обычно не любят, когда их отдел упраздняют, например, или смерживают с другим отделом. Но что поделать? Ну и по возможности не менять все сразу, идти либо маленькими шажками, начать с того, что вы имеете, как в канбане говорится, либо отправить на разведку какую-нибудь одну команду, самую такую, состоящую из энтузиастов. И дальше уже после этого перевести весь проект на новые рельсы. Вот. На этом все. Спасибо вам за внимание. У меня здесь есть контакты, если вам интересно. Спасибо, Дмитрий. Теперь время вопросов. Спасибо за интересный, освежающий доклад. У меня философский вопрос. Получился ли в итоге agile? Я думаю, что... Я все еще утверждаю, что agile – это гриб. Я думаю, что наш процесс скорее гриб, чем нет. В принципе. Если посмотреть на agile манифест, да, и на эти 12 пунктов, в принципе, похоже на то, что у нас вот те, которые там перевешивают, они у нас тоже перевешивают. Так что, наверное, с точки зрения мировоззрения, да. Спасибо за доклад. Вот с пандемией этот изменился процесс там? Как-то в связи с тем, что много на ударенку ушло, нет вот этих двух этажей, куда можно было сходить. Да, все изменилось немножко до пандемии, потому что у нас просто открылось несколько новых филиалов в других городах. Мы, в принципе, стали более распределенными. Но, на самом деле, с точки зрения вот того самого agile, это, по сути, на руку сыграло, потому что люди поняли, что им нужно больше взаимодействовать друг с другом, чтобы какую-нибудь фичу запилить. Если раньше, ну, когда все сидят вместе, есть там начальник особенно какой-нибудь, то можно как бы, ну, там где-то, значит, рассчитывать на то, что он тебя пнет в нужный момент времени и скажет, эй, что там с этой фичей. А сейчас из-за распределенности, мне кажется, что люди сами немножко так начали чувствовать ответственность на себе и принимать ее. Так что, мне кажется, даже как на пользу пошло. Такой вопрос со староверами в итоге. Вы у них доступы отобрали, или просто вы до них донесли чуть-чуть, что они чуть-чуть поехали крышей? Каким образом вы в итоге донесли до них ту мысль, что, ну, как бы, хватит все лить в один мастер? Ну, конечно, у нас не было настолько вот, настолько сопротивляющихся людей, которые бы просто вот вопреки всему прям работали бы иначе. Но в целом там ведь не только процесс изменения в процессе заключается в том, чтобы в мастера не лить, ну, и там в новой форме взаимодействия и так далее. Постепенно, постепенно просто потребовалось несколько очных встреч. Мы тогда имели, к счастью, возможность вот так вот, как мы с вами сейчас посидеть, поработать со сопротивлением. И главное, ну, очень велик соблазн вот у меня. Если я что-то объяснил людям, они вроде не сопротивляются. Я такой, yes, все, моя работа сделана. Вот. Но на самом деле стоит объяснить и там подождать 10 секундочек, посмотреть на человека. И обычно это по глазам видно, если он как бы принял, что ему сказали или нет. И если есть сомнения, то задать какие-то вопросы человеку. Типа, может, тебя что-то смущает, может быть, что-то непонятно. Вот. И, как правило, люди потихоньку из скорлупки выползают и начинают сами что-то спрашивать. Спасибо. Так, еще вопросы. Тогда я задам финальный вопрос, а потом мы уже перейдем к свободному общению где-нибудь у кафедры или где угодно, там в зоне с кофе. Напомню, кстати, еще раз, что после можно будет переместиться вместо силы в 19.00 и пообщаться неформально. Но утеплитесь, потому что места в самом баре не так много, есть летняя веранда. Я хотел, знаешь, что спросить? Как получилось, что именно твоя команда стала новаторской командой энтузиастов, которые первые вот ринулись в бой и на себе готовы были обкатать все эти изменения и набить шишки? Это случайность? Это твое, в общем, какое-то намерение? Или просто ты подобрал людей? Наверное, началось все с того, что я в них поверил, а потом, когда была необходимость в том, чтобы такую команду сделать, я просто решил, что наша команда с этим справится. И я смогу им, что ребята у нас все достаточно открыты к изменениям, чтобы я им эту идею объяснил, и они бы поняли, зачем мы это делаем. Класс, спасибо. Ну так, тогда переходим к информальному общению. Спасибо большое, Дмитрий, было суперинтересно и правда очень освежающе.